Уже зима во все, а снега как-то вообще мало. За ночь вот чуть-чуть выпало и все. А река вроде уже начинает замерзать. Правда отсюда плохо видно конечно. И мне кажется надо немножко постричься, а то я как на рокера похож какого-то. Совсем другое дело. Ну что ж, начинаем работать. А пока машинка прогревается я проверил уровень масла все нормально, залил омывайку и вон видите капает. Это бачок омывайки протекает. И я это еще прошлой зимой обнаружил. Я так понял когда я приехал в Москву у меня была залита просто вода, потому что на улице был плюс. А потом в какую-то ночь ударил минус, такой приличный минус, и бачок лопнул. И вот с тех пор он протекает. Ну как-нибудь заменю. Так ладно, нужно греться, что-то холодно. Так, холодно сегодня. Я забыл уже погрелку включить. Вот блин лошара. Так ладно, сейчас будет тепло. Чё, пора выходить на леню. Яндекс доставка Набережная Челны. 7 декабря. Через 4 дня у меня день рождения. Нужно постараться выложить этот видос до дня рождения. Короче, я в ожидании первого заказа, я решил поехать на заправку. Но не успел я доехать до заправки и ушел. Ушел. Упал заказ. Мультизаказ. Так вот, я приехал на первую точку к торговому центру Кама. И у меня просто указан первый этаж. И ничего больше. Короче, сейчас, как обычно, будем искать. Чё, где, кого, куда. Ну ладно, сказали, сейчас выйдут. Хотя тут указано от двери до двери. О, вот это что ли? Ничего себе. Здрасте. Метр девяносто. Я думаю, вот так вот. Есть чё непонятного удивления, ладно? А, хорошо. Слева. Заказ получил. Поехали за вторым. ТЦ Омега. Ориентир. Фиолетово-оранжевая вывеска ДНС Технопоинт. О, ещё две точки предлагают. Да пофиг. Берём всё, короче. Короче, режим работы. Берём всё. Всё, что предлагают. С линии я не ухожу. Всё, что дают там. Дополнительные точки, недополнительные. Короче, всё беру. Челны это не тот город, в котором нужно копаться в заказах. Это в Москве можно там. Типа, этот я пропущу, а вот этот там, ну, более-менее ладно. А тут нет. Особо выбора нет. Тут приходится ждать заказ. Поэтому берём всё. И едем на следующий заказ. Точнее, уже приехали. Смотри. Спасибо. Так, получим второй заказ. Флешка на 64 гигабайта. У меня есть дома такая же. Валяется без дела. Я бы мог её вам просто подарить, а вы её купили. Ну, ладно. Теперь едем за третьим заказом. Жарко становится в машине. В магазин «Лента». Заказ получен. Теперь раздаём три полученных заказа. И в первую очередь отдаём магазин «Ленту». Адрес интересный, конечно. Набережная Челны 8. То есть город Набережная Челны, дом 8. Это так, что ли? Ну, благо, на карте видно, что за дом. Совсем недалеко от «Ленты». Можно было даже пешком пройти. Но, естественно, я этого делать не буду. Не сегодня. Так, первый подъезд, восьмой этаж, цель же. Код от домофона есть. Ну, спасибо, что он есть. Ну, по номеру квартиры, видимо. Ладно, поехали. Пошитывать. Да? Доставка. Хотел сказать «Домофон». Кто там «Домофон»? Восьмой этаж. Восьмой этаж. Здрасте. Пожалуйста. Спасибо. Давайте я открою лучше. Давайте. Отдаю карту памяти. Ага, да, да. Спасибо. Так, а теперь у нас вот эта штука. Если честно, я даже не знаю, что это. Если честно. Мне тут врублен. Так, второй подъезд. Вот этот дом. Не открывает что-то. Сейчас звонить буду. Вот именно то, о чем я говорил в одном из недавних видео. Как можно заказать доставку, ждать доставку, если ты ее не ждешь. Если тебя дома нет. О, звонок. А, вот, я слушаю. Это доставка, я у подъезда. А, сейчас спущусь. Ладно. Такой призадумался. А, сейчас спущусь. Типа он забыл вообще, что он заказывал доставку. Вот это вам, да? Это все, да? Да. Все. Угу. Мы в районе Замеликесии. Можно было бы здесь прогуляться в ожидании следующего заказа, но... Дело в том, что пока мы сюда ехали... Ну, ладно, пока я сюда ехал. Вы-то сюда не ехали. Пожалуйста. Инструмент хороший. Магитовский аккумулятор. Дверь, болгарка. Лобзик. Препаратор. Да и по дешевке домой добирайся в Абхазии. Новую вообще запечатанную щейку. Давай подхожу. Хочешь припаковать? Да не надо мне. Пойдите посмотрим, пожалуйста. Пойдите посмотрим, пожалуйста. Пойдите посмотрим, пожалуйста. Сейчас будут мне что-то втюхивать, походу. Короче, пока я сюда ехал, пришел еще один мультизаказ. Из одной точки развозить на три точки. И я же сказал, что буду брать все подряд. Я его взял и поехали. Так. Да не надо мне ничего. Да это магазин. Да не зарплата дали. Доказать нам добраться, брат. Посмотри, какой, брат. Ну, забираете. Так работать два месяца. Ни хренать заплатили. Тебе отдадим. И все. Что мы будем делать, брат? Да не надо мне ничего. Посмотри, какой. И бери бесплатно ему. А. Вырежь. Допасть добраться, брат. Да не нужно мне ничего. Нет. А смысл? Я забыл камеру повернуть. Здравствуйте. Вот это, да? Да, вот это три. Раз коробка в багажнике, потяжелее коробка. И какой-то пакетик. На каждом товаре указан адрес, что, где я буду отдавать. А Казан Экспресс, это что-то типа Алиэкспресс, но Казан Экспресс. Это наша местная татарстанская штука. Насколько я понимаю, в России она не распространена. Но в Татарстане все им пользуются. Я же об этом узнал только вот тогда, когда приехал в Челны. Так, я сейчас на ГЭСе. Отдавать буду все в противоположном конце города. 69-й комплекс, 25-й комплекс и село Боровецкое. Я чувствую, пока последний заказ отдам, уже стемнеет. Ладно. Поехали. Поехали. Бегу. Спасибо, Hol crеб Что-то дает. ГОНИЕ. Как хорошо. а если у тебя есть автомобиль любой хоть шестерка хоть москвич имеет ввиду старый да и на новом тоже можно работать в доставке и если тебе нечего делать по вечерам по выходным или ты просто в принципе ищешь хоть какую-то работу попробуй в доставке может быть тебе понравится и у тебя все получится для этого опускайте в описании под видео и там есть все контакты парка богатый курьер прекрасная работающая поддержка 24 на 7 которая всегда вам ответит на все ваши вопросы целая куча чатов в телеге для каждого города там есть огромное количество курьеров и опытные вам также подскажут что где как работать комиссии у парка всего лишь три процента а по моему промокоду вообще без процентов первые три дня также парк проводит розыгрыши с денежными призами и чем больше заказов сделаешь тем больше шансов что-то там выиграть я один раз выигрывал в общем если работать в доставке то через парк богатый курьер приехали все до все до свидания заказ отдан но вот это что такое обшито металлом но это же на потолке также ужас какой-то и здесь та же история она хрен с ним поехали дальше так вторая посылочка вот это берем и пошли до третьего подъезда нормально встал никому не мешай пойдет я быстро все и станет поехали на последний адрес там уже будет что-то тяжелое она лежит в багажнике нам куда-то сюда нижняя боровецкая улица частный сектор это деревня боровецкая а еще 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 чё вот вот прям все доберем плевать я же сказал берем все круто чё не знаю конечно насколько это круто будет по итогу по заработку то что заказы сыпется то есть один мульти заказ и он все больше 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 я начал в 12 с чем-то сейчас уже 15 с чем-то уже три часа работаю все один только мульти заказ и он все увеличивается и увеличивается так чё мы приехали закрытые ворота что делать дальше чуть-чё звание буду открывают отлично вот эта вещь это вещь тяжелая так что выключая камеру так все оставил посылочку и хотелось бы сказать что на этом все давайте посмотрим доход но нет у нас еще один заказ в этом мульти заказе так вот собственно и пятерка вот лифан подсвечивающийся и у меня только один вопрос зачем подсвечивать название лифан чем ты гордишься то так вот видео мое да да это все мое ну чтож получить подтвердить куда ехать очень близко буквально в соседний дом интересно на этом мульти заказ будет закончен или мне еще что-то подкинуть до свидания все заказ отдан последний в этом мульти заказе подтверждаем получение и внимание сколько будет по итогу 1300 так 1300 это что у нас означает за первый мульти заказ который состоял из трех отправителей и трех получателей он стоил 400 с чем-то потом упал мультик из казан экспресса на три точки и потом еще вот пятерочка это все добавила сверху еще примерно 800 с чем-то рублей а по времени ушло три с небольшим часа ну если в москве примерный доход 500 рублей в час в доставке здесь же все-таки чуть-чуть поменьше ожидаемо до ожидаемо я прям недалеко от дома хотелось бы зайти домой да поесть но смотрю как это говорят до 150 субботы вечер видимо сейчас многие заказывают еду домой пиццы всякие не пиццы наверное продолжу работать до перекресток в торговом центре green что-то вкусно и на милк пахнет вкусно это это все мое я да и вы тоже как вы поняли следующий заказ опять мульти заказ неплохо сыпет заказывать неплохо нормально что-то заработать можно посмотрим конечно что заработаю по итогу но работа есть и это радует ведь лучше когда работа есть чем когда работы нет все спасибо за сказали вам отдать но хоть немножко фитнесом получается позаниматься по этажам бегать это конечно хорошо на такой сидячей работе как водитель полезно так походить по лестницам короче завершают мульти заказ 800 рублей почти а кэф уже 210 весь город горит именно сейчас приходит время обеда как обеда ужина конечно по времени но для меня с моим график с моим режимом это будет время обеда но как пойти сейчас кушать когда вот весь город вот заказ падает падает заказ но с кэфом всего лишь плюс 30 и на гс нет я его пропущу пожалуй извините он еще был из отсюда а это у нас вкусные точка вкусные точковские заказы я знаю во первых там прождать можно минут 30 или даже больше за минимальную цену а во вторых ну как бы минимальная цена из вкусные точки никогда не бывают дорогие заказы а почему так мне кажется потому что там заказы заказы от яндекс еды ну то есть яндекс еда возит заказы из вкусные точки а там система коэффициентов абсолютно другая нежели в яндекс доставки это аналогично как лавка в москве то есть кэф может гореть а лавки падают без кэфа то же самое я думаю и с заказами из яндекс еды ладно ждем следующий спасибо спасибо как же так скажете вы спросите то есть ты же только что сказал что не хочешь во вкусные точки забирать заказы а сам поехал и забрал следующий заказ короче пришел с кэфом плюс 130 или 100 или 150 даже я такой подумал о нормально а потом смотрю вкусные . ну что делать думаю ладно возьму взял ждал недолго там передо мной был курьер он забрал заказ я за ним подошел и мне отдали мой я вышел отдал и 290 рублей получил нормально нормально сейчас я поеду на заправку заправлюсь лампочка уже горит и потом хочу в сторону дома двинуть поесть надо надо поесть в тягушки поздоровайся с подписчиками скажи привет так ну что сейчас я немножко поем суп я уже поел сейчас это второе и продолжим работать я быстро удобно так сидеть цезарь удобно вкусняшку хочешь хочешь вкусняшку хочешь цезарь хочешь всю жизнь вот так вот хвостиком дергает когда им хорошо все хоть мне ехать надо мне надо ехать да работать надо ехать скучал что ли ты что ли скучал хоть привет подписчикам передай говорю ты этого так и не сделал скажи привет подписчики привет подписчики я как бы поел но меня не отпускают на работу взял все поехал я на работу код пока пока ресторан хочу и буду это забирать черт уже холодно становится руки мерзнуть хорошо так ну как я и предполагал вечером будут доставки еды потому что ну кто вечером сейчас будет заказывать там условные чехлы для телефонов или запчасть для машины правильно никто а вот еду заказать на дом это милое дело я бы сам так делал если бы не работал а как горит 210 прямо мощно я сейчас вот этот заказ отдаю хочу и буду и сразу же иду за следующим заказом он мне уже упал здесь же неподалеку а отвозить я буду отвозить в Боровецкие коттеджи это уже довольно таки далеко почти большая шильна а там я что буду делать ладно что нибудь придумаем вон мы уж приехали новостроечка один из лучших ну то есть вот эти все одни из лучших домов в городе хоть посмотрю как там в подъезде все выглядит никогда еще там не был все бывает когда-то в первый раз вот первый успел сердце города диванчик есть здрасте здрасте снова здрасте четвертый этаж здрасте здрасте пожалуйста так я подъехал уже отдавать следующий заказ это частный дом я позвонил и мне сказали позвоните в домофон а вот в этот мне сюда что ли вот еще до свидания вот так 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 и чё у нас сейчас посмотрим чё по заработку за эти два заказа 502 время 9 ровно причем ушел ровно час на эти два заказа 500 рублей заработок как в москве хотя тут кэф есть а о 310 жир жир прям жир а я вон где а я вон где мне быстрее нужно в город короче ехать так ладно поехали приехал в город сделал там несколько заказов в том числе вот этот из ростикса потом пришел в вкусные точку и смотрите сколько там народу в ожидании заказа я там простоял минут 20 просто взял сумку пошел в машину и когда кончилось платное ожидание я отменил заказ за это мне заплатили 320 рублей потом был заказ из бургер кинга я пришел прямо перед закрытием они мне сказали что вообще заказа нет и тоже отменяли заказ и за это я получил 200 рублей но потом еще один заказ из ростикса и на часах было уже примерно 11 часов вечера ночи кафе погасли и как бы все вот результат за минусом времени потраченного на обед я работал примерно 7 или 8 часов как ни крути все таки меньше чем 500 рублей в час вышло но я даже не знаю плохо это или хорошо по московским меркам этого конечно мало по местным меркам это может быть и хорошо я еще пока не знаю вот буду выяснять поэтому я сейчас пошел снимать новые видео буду выяснять что тут по заработкам в этом городе а вы подписывайтесь на телегу просто зайдите хотя бы там я не слишком часто что-то публикую но что-то публикую иногда бывает даже интересное еще кстати я выкладываю ролики теперь на вк-видео тоже и ссылки там же в телеге всем спасибо за просмотр я пошел снимать новые видео но смотрите что там снегопад но он нас не пугает все пока но а 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 Продолжение следует...